МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огонь! ВЗРЫВ На этих кадрах фильма «Корпус генерала Шубникова» режиссера Домера Вятич-Бережнова советский танк попадает под обстрел. Механик-водитель погибает, а машина объята пламенем и вот-вот взорвется. Командир берет управление на себя. В январе 1942 года в подобной ситуации оказался и капитан Гавриил Половченя с подчиненными. Во время Торопецко-Холмской операции недалеко от железнодорожной станции Андреаполь бронебойно-зажигательный снаряд повредил бак с горючим. В этот момент экипаж действовал в отрыве от основных сил. Гитлеровцы окружили Т-34, накинули на него брезент, облитый соляркой, и подожгли. От неминуемой смерти советских танкистов отделяли мгновение. Однако командиру удалось не только спасти людей и боевую машину, но и нанести впечатляющий ущерб врагу. Да, это не лазурный берег, поеживаясь, говорили друг другу солдаты немецкого полка, недавно переброшенного из Франции на Восточный фронт северо-западной Москвы. Они прибыли в качестве подкрепления для обороны Андреаполя, крупной базы снабжения группы армии «Север». Ранним утром 15 января 1942 года в деревне Луги немцы, позвякивая котелками, готовились к завтраку, как вдруг на главной улице деревни возник советский танк. Выскочив из-за поворота, 34-ка помчалась вперед, давя и опрокидывая повозки, машины, пушки. Непрерывно строчил пулемет. Ошеломленные гитлеровцы не сразу, но все же открыли ответный огонь. Именно в этот момент командир экипажа капитан Половченя вдруг понял, что рация молчит, вышла из строя. И он уже давно не слышит, где остальные танки, с которыми вместе отправились в рейд. В тот момент экипаж еще не подозревал, что оказался в одиночестве в полном окружении. Но заместитель командира танкового батальона Гавриил Половченя недаром стал первым героем Советского Союза в 4-й ударной армии. Под его командованием экипаж не только выжил, но и сыграл ключевую роль в освобождении стратегически важного железнодорожного узла Андреаполя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помогите! Помогите! КРИКИ 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 Спасите! Отойди, девочка! Отойди! Отойди! На этих кадрах фильма «Приступить к ликвидации» режиссера Бориса Григорьева герои спасают мирных жителей, которых бандиты согнали в сарай и попытались заживо сжечь. Бандиты – бывшие каратели, которые не успели уйти вместе с немецкими оккупантами и продолжают применять их бесчеловечные методы. За годы войны гитлеровцы на советской территории дотла сожгли тысячи деревень вместе с населением. 15 января 1942 года подобное едва не произошло в деревне Луги Калининской области. Окупанты устроили акцию устрашения. Согнали 85 человек в сарай, заколотили окна и двери. Предполагалось их уничтожить с помощью вот такого страшного метода, как сожжение в сарай. Запирались люди и поджигались, и эта страшная смерть сгореть заживо. Это, к сожалению, такая страшная практика, с которой сталкивались в разных деревнях, в разных селениях, на оккупированных территориях. Вот такие массовые казни советских людей. Из сарая доносились отчаянные крики. Одна из стен уже разгоралась, и казалось, спасения нет, как вдруг на главной улице деревни появился советский танк. Он мчался на большой скорости и едва успел затормозить, когда на дорогу выскочил взволнованный старик, размахивая руками. Командир экипажа, капитан Половченя, приподнял люк, чтобы узнать, что случилось. Задыхаясь, старик выкрикнул «Спасайте, родные!». Не теряя ни минуты, командир скомандовал механику-водителю следовать за провожатым. Вокруг сарая была группа немцев. Завидев танк, они открыли автоматный огонь. Танкисты очередью из пулемета подавили сопротивление. А затем боевая машина пробила стену сарая. Он уже полыхал. Из пролома наружу ринулись люди. У кого-то еще хватало сил крикнуть слова благодарности. Многие, надышавшись дымом, не могли говорить, но, главное, все были живы. Много позже, уже после войны, Гавриилу удалось снова побывать в тех местах и встретиться с теми, кого он спас от смерти. И вдруг с зала выходит женщина, уже пожилая, и ведет с собой маленькую девочку. Выходит на сцену и говорит ребенку, вот этому дяде ты должна целовать ноги. Он спас твою маму. В лугах во время митинга на братском захоронении перед ним на колени падает несколько женщин. Это было настолько неожиданно для всех. И поэтому очень четко прозвучали слова женщины, постарше, которые говорили, смотри, это тот человек, который освободил нас тогда, когда нас немцы готовились сжечь. Тогда, в январе 1942 года, капитан Половчини не видел, как старухи, падая на колени, осеняли крестным знаменем, удаляющуюся 34-ку. Он спешил к Андреаполе. В Андреапольский район немцы вошли в сентябре 1941 года. И сразу установили здесь свои порядки. Сразу дверь открыли, они зашли, с нас одеяло шерстяные красивые сняли, клетками такие вытканы были, демотканные, и пошли своих лошадей накрыли. Вот так. А как посветлело наутро, палками перебили всех кур. Бои за Андреаполь длились больше месяца. К 7 октября 1941 года немцы заняли все населенные пункты района. Андреаполь стал важнейшим центром снабжения немецкой группы армий «Север». Перед ней стояла задача разбить Советский Западный фронт, окружить войска Красной армии под Смоленском и открыть путь на Москву. Были склады, склады боеприпасов в Андреаполе. И, опять же, да, из-за того, что это была железнодорожная станция, были удобные пути подвоза по железной дороге. Но план «Блицкрига» провалился. На этом направлении враг был остановлен под городом Осташков в конце осени и перешел к обороне занятых рубежей. В декабре 1941 года в результате контрнаступления Красной армии силы вермахта были отброшены от Москвы на 100-150 километров. Затем Ставка планировала ряд наступательных операций, чтобы развить успех. Только что созданные 3-я и 4-я ударные армии должны были провести Торопецко-Холмскую наступательную операцию, двигаясь из района станции Осташков и Северни, вбить Клин между немецкими группами армий «Север» и «Центр». Клин должен был войти в стык армии и пройтись в первую очередь по тылам, перерезая коммуникации, уничтожая пути подвоза, склады, захват железнодорожных станций, к которым могли подойти эшелоны. Ставка предписывала командованию Северо-Западного фронта начать операцию не позднее 26 декабря 1941 года. Но погода внесла свои коррективы. Самым первым препятствием в этой операции – это было, конечно, погодные условия. Температура воздуха была максимально низкая, в некоторых источниках упоминается до минус 35 градусов, снежные заносы, которые были очень высокие. Непогона нарушила коммуникации. Часть перевозок осуществлялась автомашинами, которые глохли и увязали в снегу. Пополнение пребывало по единственной железнодорожной ветке, которая не справлялась с нагрузкой. Это задержало наступление. 8 января 1942 года далеко не последними в район станции Осташков прибыли эшелоны с танками и экипажами 141-го танкового батальона 4-й ударной армии. Часть танков не заводилась. Пришлось тянуть шланг от паровоза и отогревать боевые машины паром. К восходу солнца разгрузка закончилась. Командир батальона уехал к командарму. А вернувшись, привез приказ. Начать наступление 9 января 1942 года, не дожидаясь прибытия всего пополнения. Батальон осуществит скрытную переправу через озеро Охват и, развивая наступление совместно с 249-й стрелковой дивизией, идти через населенный пункт Луги на Андреаб. Наступление стало для оккупантов неожиданностью. Наши достаточно быстро шли вперед. Если 9 января на берегах озера Селегер она началась, в общем, так говоря, на берегах Волги, в районе там Селища, Сележаровского, то 10 января наши уже взяли пену. Но враг быстро сориентировался. Разведка донесла. В деревне Луги на подступах к Андреаболю расположился на ночлег крупный отряд противника, который намерен задержать наступление наших войск. Командование решило отправить вперед ударную группу. Два батальона стрелкового полка и семь танков 141-го танкового батальона. В тот же район на помощь этой группе из деревни Жукопы выдвинулся еще один стрелковый полк. Подойдя к деревне Луги, наши танкисты увидели большой такой снежный вал был насыпан. До 3 метров в высоту и около 20 метров в ширину. Этот вал насыпали местные жители под дулами немецких солдат, которые заставили как бы соорудить такое оборонительное сооружение для себя. Снежный вал был практически неприступным. По периметру отдельные артиллерийские узлы соединялись глубокими окопами, в которых в полный рост рассредоточились вражеские автоматчики и пулеметчики. Они непрерывно стреляли. Атака частей 332-й стрелковой дивизии, которые подошли раньше, захлебывалась. Было множество погибших и раненых. Санитары не успевали вытаскивать людей из-под огня. Танки двинулись вперед. Пехота копалась в снегу. Вражеская артиллерия не смолкала. И когда наши танки стали двигаться, они ощутили на себе встречный огонь немецких подразделений. То есть это была схватка. Танк капитана Половчени шел в авангарде. Стремительно приблизился к центру снежного вала и врезался в него. Но в снегу машина забуксовала. Механик-водитель несколько раз давал задний ход и снова шел на таран. Десантники, которые находились на броне танка, спрыгнули, взяли в руки лопаты и помогли танку пробиться. И вот когда танк, разрывая эту снежную лавину, прорвался вперед, за ним отправилась и вся остальная техника. В образовавшийся проем ринулась пехота. Но ее и танки встретил артиллерийский огонь. Танк Половчени ринулся сюда, в луги, и сломил узел сопротивления где-то на поступок к зданию церкви. Перед церковью стояла мелкокалиберная артиллерия, порядка 37 миллиметров. То есть эта точка, по всей видимости, была уничтожена. Со второго этажа церкви бесперебойно строчил пулемет. Капитан Половчени скомандовал заряжать орудие на ходу, не сбавляя скорости. Мы на обратной стороне церкви видим пробоину от снаряда, который был выпущен танком. И здесь, на стенке, мы видим следы пуль, так как они шли из пулемета. И, в общем-то, при повороте танка образуется именно такой след пуль наискосок. Пулемет затих. В азарте боя Т-34 капитана Половчени несся вперед. Командир экипажа не догадывался. Два танка, которые следовали за ним, отстали неслучайно. Это были танки другие, Т-60. Один из них загорелся. И механик-водитель, который вылез тушить, он погиб. Второй танк был подбит и вышел из строя. Его экипаж покинул машину и подключился к сражению вместе с пехотой. Бой вокруг церкви продолжался. Командир 141-го батальона по радио передал приказ танкам сбавить ход, не отрываться от пехоты. Но экипаж Половчей неприказ не услышал. Его рация вышла из строя. Тридцать четверка вырвалась к центру деревни. Солдаты немецкие, они были расслаблены, они готовились к завтраку, и они не ожидали такого резкого появления, неожиданного танка советского. Поэтому, когда танк ворвался в эту деревню, он пронесся стремительно по улицам, давя своими гусеницами и повозки, и солдат, пулеметы. Но вскоре немцы опомнились и открыли ответный огонь. Чердаки самых высоких домов, на перекрестках, и в какой-то мере на окраине деревень были расследоточены пушки. Позже, когда луги освободили, стало ясно, насколько мощным был этот узел сопротивления. По количеству захваченных артиллерийских орудий, которые перечисляются, там несколько десятков, причем калибра от 75, по пути движения в окрестностях лугу, от 75 заканчивая 205 где-то так миллиметров. Это артиллерия, это она стреляла, она делала свое дело. Эти кадры документальной хроники сняты полевым оператором, приданным частям 249-й стрелковой дивизии, через несколько часов после того, как здесь прошел танк Гавриила Половчини. Один из населенных пунктов, освобожденных от немецких захватчиков. Трудно было бежать в Верзац-Валенках. Здесь прошел танковый экипаж капитана Георгия Подовчина. Работая пушкой, полеметами, гусеницами. Диктор неверно произносит имя и фамилию героя. Но случилось это, конечно, ненамеренно. Военкор на слух в боевых порядках не смог ее правильно записать. Потому что те кадры, которые мы видим, они настолько ярко сняты. Ну, может быть, вот уже бой прошел, и вот съемочная группа снимает. Но это снято в тот же день. И кто-то там крикнул, и то, что диктор услышал, ну, вы представьте, Гавриил Половчине. Услышал Георгий Подовчин. Что вот услышал, то, значит, и записал. Но спустя всего месяц Гавриил Половчине станет легендой. О его подвигах будут слагать стихи, сообщать пресса. Гавриил Половчине родился в 1910 году в белорусском селе Языль в бедной многодетной крестьянской семье. И мечтать не смел, что когда-то станет командиром грозной и мощной машины. С детства помогал родителям по хозяйству, работал пастухом, делал деревянную обувь. В четвертом классе пришлось бросить школу и посвятить все время крестьянской работе. Гавриил выглядел взрослым не по годам, но в душе оставался мальчишкой. Мечтал носить военную форму и даже подделал метрику. Прибавил себе 4 года, чтобы его пораньше призвали в армию. Он же пошел к попу, и поп переправил вот этот же его год рождения, свидетельство, и получилось 1907 год, 1 мая. А родился он в марте месяце 911 года. Срочную службу Гавриил проходил в городе Борисове. Поначалу все пошло совсем не так, как он мечтал. И его определили в швейную мастерскую работать. Но когда зашел командир, чтобы поправить свою новую шинель, Гавриил признался, что хочет служить у него в кавалерии. На что, естественно, командир засомневался, что он небольшого был расточка, немножко с задержкой роста. Рядовому удалось убедить командира дать ему шанс. Вскоре Гавриил окончил школу младших командиров и стал помощником командира взвода. Но впервые увидев танк, Паловчине понял – вот он, его железный конь. И поступил на курсы механиков-водителей в Минское военное училище. После служил механиком-водителем, затем командовал ротой, участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 года. С началом Советско-финской войны Паловчине занят в мероприятиях по обеспечению фронта, работа по подвозу необходимых средств и контингентов военных. Точно так же и санитарные службы они обеспечивали и возили раненых. Но нужно понимать, что, конечно, Советско-финская война – это достаточно тяжелый эпизод для истории нашей страны. И для военнослужащих, которые оказались даже в тыловом обеспечении, это такие же тяжелые условия погодные. Это, понятно, зимняя война, всем известно. Это морозы и минус 25, и минус 40. И финны активно вели минную войну и как раз-таки и в тылу Советской армии. Поэтому было достаточно непросто. Хотя к началу Великой Отечественной войны Гавриил Паловчине имел за плечами боевой опыт, в танковых атаках участвовать ему не доводилось. Однако в ноябре 1941-го, когда формировался 141-й танковый батальон, о Паловчине вспомнили как о танкисте. Он получил назначение на должность заместителя командира батальона. Да, опыта боевого не было, но условия начала войны были таковы, что те, кто хорошо себя зарекомендовал во время учебы военной и на учениях, эти люди получали должности руководящие. И, видимо, опыт, который… не опыт, скорее, а авторитет, который имел Паловчине у руководителей своих. Вот позволили им занять такую должность. В том рейде на Андреаполь Гавриил уцелел во многом благодаря скорости передвижения. Его танк несся так стремительно, что немецкие артиллеристы не могли рассчитать правильный угол выстрела. Снаряды пролетали мимо в считанных сантиметрах от брони. Вскоре Т-34 выехал к окраине деревни. Освободив людей, приговоренных к сожжению заживо, экипаж свернул на дорогу, ведущую в Андреаполь. Получилось так, что с двух сторон по дороге были высокие насыпи из снега, которые делали сами местные жители под прицелом оружия врага. Немцы выгоняли мирных жителей, заставляя их создавать вот такие вот крепости снежные. Гитлеровцы тщательно следили, чтобы дорога, которая из-за снежных насыпей по бокам напоминала тоннель, была очищена от заносов. Она имела важное значение. Именно по ней, из Андреаполя, где располагались склады боеприпасов и продовольствия, шло снабжение ряда гарнизонов групп армий «Север». Но в тот день, 15 января 1942 года, дорога была забита колоннами пехоты и техникой, которые двигались в противоположном направлении. Немцы отступали из лугов, где шли ожесточенные бои и уже отбитого у оккупантов красноармейцами поселка Пенно. Отступали не потому, что создалась ситуация, когда надо было бежать. Они отступали, на мой взгляд, получив твердый приказ, чем быстрее, тем лучше прибыть в Андреаполь, потому что других сел не было. Поэтому эти люди просто должны были дойти до Андреаполя и организовать там оборону. Тоннель с трехметровыми снежными стенами тянулся через ряд оккупированных маленьких поселков на протяжении 15 километров. И лишь в лесной местности бортики становились ниже. По нему двигались повозки с артиллерией, части немецкой дивизии, которая еще утром держала оборону лугов, и кавалерийского разведбатальона немецкой танковой дивизии СС «Мертвой голова», потерпевшей поражение в Пенно. Но дойти до Андреаполя немецкое подкрепление не успело. Танк капитана Половчени въехал в хвост колонны и, давя технику и живую силу врага, двинулся вперед. Отвесные снежные стены стали для гитлеровцев ловушкой. Урон, который один-единственный экипаж нанес врагу, во многом повлиял на исход сражения, которое состоялось на следующий день. «Я думаю, что если бы Половчени там, на дороге, не уничтожил бы более 500 человек в этом снежном коридоре, то Андреаполь не был бы взят 16 января. И мы бы сейчас с вами говорили, наверное, о другом исходе, торопись как Омская наступать на операцию». Полагая, что его танк головной, а остальные идут следом, Половчени мчал в сторону Андреаполя и углубился в тыл противника, не обращая внимания на выстрелы и гранаты, которые, к счастью, не нанесли машине вреда. Однако между деревнями Тубаева и Дмитрова танк сотряс удара, от которого машина остановилась. Оказалось, бронебойно-зажигательный снаряд повредил бак с горючим. Капитан попытался связаться с командованием и доложить обстановку, но рация молчала. Не слышен был и рев, идущий сзади бронетехники батальона. В этот момент командир экипажа понял, помощи ждать неоткуда. На 34-ку капитана Половчени тут же взобрались немцы и стали отчаянно колотить по люку. Один заиграл на губной гармошке, еще двое, вскочив на танк, пустились в пляс. «Рус, сдай! Бистро, бистро!» Механик Пушкарский переключал топливопровод на запасной бак. Надо было выиграть время. Говорливый заряжающий Бондаренко взял это на себя. «Сейчас, паны немцы, обождите, обязательно сдадимся!» Люк заклинило. Пока Бондаренко заговаривал зубы немцам и стучал по люку, изображая, что пытается выбраться, Пушкарский устранил неполадку. Когда все было готово, машина резко рванула с места. Немцы попадали с танка. Но тут, взглянув в триплекс, механик понял, он ничего не видит. Запахло горелой резиной. Оказалось, немцы накинули на танк, пропитанный с соляркой, брезент и подожгли. Танк ехал вслепую на низкой скорости. Едва механик-водитель делал попытку разогнаться, языки пламени взметались ввысь. Стоило сбавить ход, как начинали нагонять немцы, бежавшие вслед за танком. Огонь уже подбирался к двигателю, а это смертельная опасность. Командир приказал остановиться. Выбравшись из танка, начал стаскивать горящий брезент. И уже темно практически, да? И здесь только раз его хватает, рот закрывает, его хватает. Немец и тащит. Отец хочет крикнуть, да? Помогите, братцы, да? А не слышно ничего практически. Услышав подозрительный шум, из башни танка высунулся заряжающий Бондаренко. Он тут же ринулся на подмогу командиру, но не успел. Был ранен в левый бок. А второй танкист в руках с винтовым рожковым ключом смог отбить Половчин. И Половчин, воспользовавшись вот этим моментом, выхватил пистолет и стал валить врагов. Одного оглушенного немца танкиста связали и взяли в плен. Погрузив в машину раненого Бондаренко, Т-34 устремился обратно, в Луги. К тому времени деревня уже была освобождена. Бондаренко доставили в санчасть. Танкисты отправились на поиски генерал-майора Хлебникова, командира артиллерии 4-й ударной армии, чтобы доставить пленного. Генерал встретил экипаж тепло и высоко оценил его успехи. А ведь для капитана Половчини это был первый бой. 15 января 1942-го, в момент наступления на Андреаполь, перед экипажем Половчини поставили новую задачу. В паре с другим танком, под командованием лейтенанта Давыдова, выйти в район железнодорожной станции, скрытно занять удобную позицию, уничтожить огнем паровоз, не допустив отправки эшелона с награбленным имуществом и советскими людьми, угоняемыми на работу в Германию. 34-ка была быстро отремонтирована, из санчасти вернулся заряжающий Бондаренко. Танки двинулись в путь. Сначала подошли два танка на возвышенность рядом с Андреаполем, в соседних деревень провести разведку некоторую, посмотреть, какие обстоятельства, где стоят эшелоны, какое количество военных немецких там располагается в Андреаполе, рядом с железнодорожной станцией. Эта железнодорожная станция и была целью этих двух танков. Необходимо было подойти к эшелону, как ему нужно ближе. Неожиданно прогремел пушечный выстрел. Рядом с танками начали рваться снаряды. Первый, второй, третий. В голове Половчени пронеслось. Заметили, сволочи, но как? Где находится наблюдатель? Танкисты срочно сменили позицию, спрятавшись в укутанном снегом со снеги. Взяв бинокль, капитан Половченя стал выискивать самое высокое здание и заметил, как на заводской трубе блеснули стекла оптики. Труба стала одним из самых отчаянных узлов сопротивления нашим наступавшим войскам. При этом речь идет не о количестве противника, который мог здесь быть, а всего лишь об одном человеке. Этот человек – корректировщик, пулеметчик, который посредством направления полета трассирующих пуль корректировал направление движения наших войск к Андреаполю. И немецкая артиллерия, которая находилась в Андреаполе, по этим огненным трассерам определяла, куда наносить основной удар. По команде командира Половчени начался обстрел трубы. После нескольких залпов в ней появились пробоины. Он стрелял по трубе и пытался выбить этого пулеметчика из трубы. Ну, в воспоминаниях он говорит, что пулеметчик замолчал, но здесь нужно понимать то, что он просто замолчал, а не был ликвидирован. Этого времени танкам хватило, чтобы найти новое место подхода к станции. Впереди протекала неширокая мелководная речка Городня. Выбрав место с пологими склонами, бронетехника устремилась к ней. Но как только гусеницы боевой машины Половчени оказались на льду, он затрещал. То есть здесь, в этом месте, с одной Городни бьют несколько родников. Из-за чего, даже если здесь виден лед, он никогда не промерзает. Такого слоя не дает, чтобы здесь какая-то машина прошла, и уж тем более там. Ну, а сверху, когда он сюда спускался, видно было просто белое полотнище, более широкое, чем в других местах Городни. Если в других местах, я понимаю, так прослеживался берег, и берег такой крутоватый, то есть здесь более-менее пологий склон сюда и пологий склон после того. Ну и самому току, как такая широкая площадь для танка, для передвижения. Гусеницы Т-34 ушли под воду. Днищем танк лег на грунт. Он очутился в ледяном плену. Все попытки сдвинуться с места были безуспешны. Оставалось одно – просить напарника взять машину на буксир. Но в этот момент с насыпи по советским танкам открыли минометную и пулеметную стрельбу. Половченя крикнул командиру второго танка. «Давыдов, уходи в безопасное место и жди, когда появится паровоз. А как же вы? А мы остаемся. Главное – выполнить задачу». Тридцать четверка Половчени осталась одна в ледяном плену. Внутри все промерзло. Но экипаж не покидал машину, приняв решение дождаться подхода частей Красной Армии. Однако спустя несколько часов к реке спустились немцы. Заметив прицел приближающихся гитлеровцев, Половчени приказал экипажу замереть, не издавать ни звука. «Танкисты – это особый народ. Это особая категория. Было, значит, танки как на подводной лодке. Один за всех и все за одного. Поэтому экипажи принимали совместное решение, как правило. Даже сгореть танки принимали решение. Это экипаж сплоченный был. И решили танк не покидать, потому что танк – это была последняя крепость, в которой они чувствовали себя, ну, как сказать, не совсем защищенным, но, по крайней мере, неоголенным, как говорят. Замысел Половчени был дерзок. Пусть немцы думают, что в танке никого нет, и сами вытащат его из реки, а удобный момент, чтобы вырваться, обязательно наступит. Фашисты забрались на броню. Постучав сапогами по башенному люку, попытались его открыть, но ничего не вышло. И они, по всей видимости, решили, что внутри танка или танкисты вылезли, они это просто не увидели, или просто случилось нечто, что заблокировало экипаж внутри машины, и люди уже там мертвы. Немцы не допускали мысли, что в 35-градусный мороз в промесшем танке мог остаться кто-то живой. В сумерках приехал немецкий тягач. Трофейный танк отбуксировали в артиллерийские мастерские. Разобраться с люком решили утром, а пока к воротам приставили часовую. Отец говорит, не было страха никакого. Просто вот было такое состояние, да, что вот, ну, вот получилось так, да. А вот чтоб страх, бояться, что-то там, да, все сидели молча. Тем временем танк Давыдова выполнил задачу. Немцы перешли в контратаку и отбросили 249-ю стрелковую дивизию на несколько километров к востоку. Танк Давыдова ушел вместе с отступавшими. Утром 16 января готовилась новая попытка взять стратегически важный железнодорожный узел. Половчене напряженно прислушивался. Когда шаги часового стихли, стало ясно, что он задремал. Уже под утро, получается, да, отец связывается с командующим и говорит, что вот мы стоим в парке, да, в Андреаполе. Наши действия. Он говорит, давайте мы начинаем наступление. Взревел двигатель. Пробив в ворота мастерских, танк вырвался наружу, крушав все на своем пути. Очевидцы были, люди тогда еще были живы многие. И они вспоминали, что, значит, вот улица Советская сейчас, она и тогда была. Когда танк проходил по этой улице, значит, там у нас было два дома с бизонином. Они стояли вдоль этой улицы. Немцы там жили. Немцы попрыгивали в одном белье из этих домов и попадали под огонь. В ходе рейда по улицам Андреаполя танк по ловчению уничтожил 12 орудий и 30 автомобилей противника. Естественно, в городе началась паника. Танк топтал пулеметы, немцев, машины. И вот такие смелые действия экипажа дали возможность захватить город, наверное, с минимальными потерями. К вечеру 16 января 1942 года Андреаполь был освобожден. За подвиги, совершенные в ходе Торопецко-Холмской операции, Гавриил Половчене был произведен в майоры. Указом Президиума Верховного Совета Гавриилу Половчене первому в 4-й ударной армии было присвоено звание Героя Советского Союза. Половчене также умело и храбро сражался до самого конца войны, закончив ее в звании подполковника. После продолжил службу в бронетанковых войсках. Уйдя в отставку, Гавриил Половчене работал инженером на судостроительном заводе в Николаеве. Но о том, что он герой, никто вокруг даже не догадывался, пока не приехал писатель Сергей Смирнов, который многое сделал для увековечения памяти героев войны. Он приехал сюда, в Николаев, и совсем случайно на собрании спросил, что вот есть такой Николаевец, да, Половчене Гавриил Антонович, да, которые вот, они же думали, что он погиб. Как? Он живой. Он работает у нас на заводе. И он потом в Андреаполь эту весть, как говорится, передал о том, что есть такой герой, он живой. В Андреаполе тоже разыскивали героя. В 1967 году, когда Гавриил Половчене приехал туда впервые после войны, Андреаполь уже был не поселком, а городом. Выросли новые дома. Многое изменилось. Ну, он вспоминал то время, сказал, что поселок был сожжен полностью, а был основном деревянные дома, даже вот этих двухэтажных домов, которые тут стоят, кирпичных, их не было. Это потом уже построили. Вспоминал бои, которые были за Андреаполь. Так эмоционально, ну, и слезы в него выступали на глазах. В тот год герои Советского Союза Гавриилу Половчене торжественно вручили ключи от города. Он стал почетным гражданином Андреаполя. Память о нем здесь хранят. И сегодня. Смена. Раз. Направо. На, блядь. Черт. Остану, Марин. Шагом. Марш. В честь Гавриила Антоновича Половчене назван наш пост номер один. Мы очень ценим и гордимся поступком Гавриила Антоновича. Надеюсь, никогда молодежь не забудет этот поступок. В честь героя названа школа в его родном селе Языль в Белоруссии. В первых числах февраля 1942 года танк Половчене, продвигаясь к городу Велиш, застрял в глубоких снегах и ждал помощи техников. Но раньше пришла почта. Почтальон, подавая газеты и улыбаясь во весь рот, подмигнул. В звездочке напечатаны хорошие стихи. Развернув газету, командир танкового экипажа смутился. На весь разворот была напечатана баллада поэта Михаила Матусовского о капитане Половчене. Он возникает тут и там, как мститель в самой гуще, и настигает по пятам идущих и бегущих. Он через рвы летит вперед, в глазах мелькают пятна. И землю ту, что он берет, он не отдаст обратно. Ты различишь его в огне по блеску славы вечной, по насеченной на броне звезде пятиконечной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова